Я вот тоже не понимаю, почему нельзя назвать татарина россиянином. С нашей точки зрения, с точки зрения русских националистов, россияне это как раз и есть нерусские жители России. То есть русские, нерусские граждане России. Нам не нужна вторая идентичность русских. Ведь нерусский народ назвали по имени России. Это Россию назвали по имени русского народа. Мне вполне достаточно одной идентичности. Я русский и этим всё сказано. Русские являются государствообразующим народом России и нам вторая идентичность ни к чему. Что же касается Америки, то я думаю, что вы, наверное, давно там не были. Вы ошибаетесь сильно просто. Более того, я завтра туда и не чувствую. Это иммигранты. Когда-то Кеннеди назвал американцев нацией-мигрантов. Сегодня эти мигранты, которые еще вчера стремились выучить английский язык и интегрироваться в американское общество, сегодня уже за этим не гонятся. Они стремятся, наоборот, сохранить свою национальную идентичность и создать некий такой национальный анклав. Вот Александр Ильич сказал о том, что мы прошли стадию суперэтноса. Ну, это термин Гумилёва, под которым надо понимать, на самом деле, конгломерат этносов, который распался, и это очень закономерно. И я хотел бы вернуть нашу дискуссию как бы в научные рамки, отойдя от эмоционального ряда. Как говорил Декарт, договоримся о терминах. Что такое нация? В мире очень много концепций, но главенствует две. Нация как гражданское сообщество, согласно которой гражданин Франции, будь он негр или араб, является французом. Та же самая концепция принята была до сих пор и в Америке. С нашей точки зрения это абсурд. Негр, он и есть негр, какое бы гражданство ни было. Негр это не национальность. Ну, побойтесь Бога. Негр человек с чёрной кожей. Вы скажите вот этому из Бенеи Десау. Зимбабвиец. А вот что же вы так с таким, можно сказать, с такой иронией? Они даже говорят на разных языках. Я в данном случае сделал обобщение, поскольку оно понятно даже трёхлетнему ребёнку. Да ничего похожего. Трёхлетний ребёнок может не знать, перед ним житель Гвинеи или перед ним зимбабвиец, но он видит, что перед ним негр. Вот для того, чтобы аудитория была понятна, я несколько обычный. Тогда надо говорить просто о белых. И мы выходим на очень интересное разделение. Мы можем поговорить и об этом. Я говорю о том, чему я бываю свидетелем, когда приезжаю во Францию. Мне не кажутся чернокожие граждане Франции или арабы, имеющие французские гражданства, они мне не кажутся французские. И ни одному, я думаю, человеку, живущему в России, так оно не покажется. Спасибо большое. Но есть вторая концепция нации, я говорил о господстве. Одна это французская концепция нации, другая это немецкая концепция нации. Нация как фаза развития этноса. Род, племя, народность, народ и нация. Это та фаза развития этноса, в которой этнос обретает свою суверенность и государственность. С этой точки зрения, в России есть нация, это нация русская, и других наций нет. Понятно. Вот очень интересная вот вещь, ну, я в Америке бываю просто очень часто. Я думаю, чаще вас. Да не чаще Бюкенера. Нет, вы знаете, Бюкенен ваш в какой-то степени родной брат, хотя и не русский совсем, а ирландец по происхождению. Но разделяет ваши взгляды, разделяет. Пытался несколько раз избираться в президенты, провалился полностью. Такой довольно злобный человек, который говорит о том, что да, Америка не та, потому что там слишком много неамериканцев. И тем не менее, вот эта вот французская точка зрения, что человек, живущий во Франции, имеющий французское гражданство, находящийся во французской культуре и говорящий по-французски, и француз способствовал и способствует единению Франции, несомненно. А попытки говорить, что ты не француз, вы поезжаете во Францию. Очередно, успех Лепена свидетельствует об этом. Успех Лепена был провал Лепена, потому что когда второй круг пошел, Ширак получил больше 80%. Это был голос протеста против Ширака, а не за Лепена. Кроме того, вот такие липеновские люди есть во всем мире, и во Франции, разумеется. Значит, Данил Борисович, вот что вы скажете по поводу услышанного? Все же насчет наций? Я вообще, честно говоря, поражен по поводу услышанного, поскольку в такой точной, я даже, наверное, благодарен Александру Никитичу за то, что так точно сформулировал основную драму, по-моему, вообще ближайших лет. То есть Россия делится на Россию для русских и на Россию для нерусских. И одни могут называться, то есть страна может по-русски называться, а по-нерусским не может. Так же, как и не согласен с Гаврилом Харитоновичем по поводу того, что создание единого народа – это бюрократическая затея. Если это… На данном этапе. Да, на любом этапе, в том числе и на данном этапе. Если это бюрократическая затея, то это замечательная бюрократическая затея, и дай бог, чтобы она произошла. Но все страны, более не менее, нормально развивающиеся, те страны, к числу которых мы хотим себя относить, идут именно по этому пути. Только по этому. Например, огромное количество романов, получающих Нобелевские премии, огромное количество фильмов, которые сегодня снимаются, все они посвящены проблеме вот этого плавильного котла. Когда шотландец, скажем, в Англии влюбляется в женщину, которая родилась в Пакистане, или турки в Германии, или русские украинки в Бельгии – это основная тема современной европейской цивилизации. По тому пути, который здесь обозначился, мне кажется, мы можем дойти только до того, что для многих является основным формированием нации, то есть до крови. Вы хотите сказать, Андрей Каналович? По-моему, во время этого спора мы забываем об одном очень существенном деле, а именно, что нация – это категория развивающаяся, непостоянная. Это самое главное. Дело все в том, что пока американцы стали называть себя американцами все и желтые, и черные, и белые, они прошли колоссальный путь развития. Пока жители Великобритании стали жителями Великобритании, стали называть себя жителями Великобритании, они и ирландцы, и шотландцы, и англичане, и жители Уэльса прошли колоссальный путь развития по пути к гражданскому обществу, По пути к тем ценностям, основанным на частной собственности, на свободах элементарных, на парламентарной системе, которая сделала их единым гражданским обществом, единой нацией. Но раньше они проходили до этого пути самоутверждения именно как национальные системы, национальные суверенитеты. Посмотрим на Россию. Россия запоздала в этом направлении на 100, 200, порой 300 лет. И пока вот эти нации не пройдут положенного им цивилизационного развития, и татары, и башкиры, и якуты до тех пор говорить о том, что необходимо ввести понятие бюрократической единой нации, это бессмысленно. Дело все в том, что каждая нация должна тем или иным путем пройти свой путь развития. И в основном, вот тому пенсивилизационному пути, по которому проходят все нации, то есть прийти к гражданскому обществу, в рамках которого и будет создана единая российская нация, которая сегодня и создается на путях гражданского общества, демократии, свободы и так далее. Продолжим, продолжим после рекламы. Смотрите, наш организм внутри как крепость. Каждый день его атакуют вредные микробы, а полезные бактерии защищают. Постепенно полезных бактерий становится меньше. Когда защита слабеет, человек может заболеть. Но на помощь приходят особые бактерии, которые есть только в Актимель. Поэтому надо пить Актимель каждый день. Актимель – верный защитник вашей крепости. Один маленький совет. У вас есть с собой зубная щётка? Нет. И это невозможно целый день ходить с зубной щёткой, держать её в кармане, чтобы после еды каждый раз почистить зубы. Поэтому орбит действительно незаменим. Он мало места занимает в кармане, но он очень эффективен. Потому что здоровые зубы – это здоровая улыбка. Здоровая улыбка – это лёгкое общение, это успех в работе, это успех в жизни. Я вам советую. Стоматологи рекомендуют Орбит. Как порадовать Танюшу? Нужно ласково назвать. Ты моя вишенка. Подарите ситце платье. И налить фруктовый сад. Фруктовый сад. Фруктовый праздник. И поцеловать. Динамика нашей жизни заставляет быть энергичными и активными. Мультикомплекс «Динамизан» наполняет жизненными силами и заряжает энергией на целый день. «Динамизан». Жизнь в новой динамике. Мы строим новую жизнь, где ценят слово и дело. Вы не можете представить, как я рад. Где расстояние не имеет значения. Здесь есть счастье и любовь. Здесь свобода – главная ценность. Здесь работа приносит радости. У нас миллионы. Мы очень разные. Но мы вместе. Свободные люди. Великой страны. Отличная идея. Давайте встретимся. Мегафон. Будущее зависит от тебя. Мучает голод? Попробуй новую горячую кружку магии. Ароматный куриный суп-пюре с хрустящими сухариками. И голода, как не бывало. Горячая кружка магии. Ммм, магии. Александр Викторович, вы, как я понимаю, вот пример Франции вас не удовлетворяет. Совершенно не удовлетворяет. Я считаю, что у нас коренное отличие с Францией. У нас есть, во-первых, ряд коренных народов. И самое главное, у нас есть действительно, как скрепляющий государство, образующий русский народ. По аналогии, мы должны бы тогда всех были называть русскими, а не россиянами. По аналогии с Францией. Я просто хотел бы сказать, что, на мой взгляд, сегодня проблема, о которой мы здесь не говорили, заключается в том, что наше конституционное равноправие на самом деле сегодня реализуется путем ущемления прав русских. К сожалению, русские в нашей стране имеют меньше прав, чем любые другие национальности. Если бы это было выровнено, если бы русский народ сегодня, мы не боялись бы об этом говорить, и не думали о национализме, а думали о позитивном развитии и поддержке народа на государственном уровне, как мы это делаем в отношении других наций, тогда и проблема, возможно, перестала бы быть такой острой. И общность была бы совершенно на другом уровне. И если русский народ будет чувствовать себя хорошо, все остальные нации совершенно очевидно будут себя чувствовать лучше. И межнациональные отношения будут лучше. А может быть, следует упразднить как раз национально-территориальные деления, и тогда русские себя будут чувствовать лучше? Не в этом дело. Прежде всего, у нас есть закон о национально-культурной автономии, который позволяет любой автономии создать... Если его упразднить, этот закон? Упразднить. Для всех. Для всех. Его упразднили для русских. Для всех. Для русских он упразднен. Нет, для русских он не был установлен. Если это будет сделано искусственно путем, без подготовки общественной, то это не приведет к позитиву. Нужен определенный период времени. А то, что нужно субъекты федерации привести к полному равноправию между собой, и то, что нам необходимо, так сказать, все равно переходить к территориальному делению, а к ненационально-территориальному, к административно-территориальному, это факт, это действительно нужно делать. Андрей Николаевич, Вы хотели что-то сказать по поводу роли национализма, слово, которое возникло вот сейчас, сегодня в России. Вот сегодня, действительно ли у нас царствует вот ксенофобия, антисемитизм и так далее, и так далее. Я думаю, что это привлечение и наших некоторых средств массовой информации, и американских. Великтон в Америке об этом откровенно писал. 30% сегодня россиян поддерживают русских, поддерживают вот идеи фашизма, национализма и так далее. Но он не стал другим, что 70% против. И сегодня, я думаю, в России народ также осторожен в этих оценках националистических, как и в начале века. Посмотрите, выборы в Первую, Вторую, Третью Думы и так далее. Где Терехов, где Единица русского народа, где эти все люди, которые пропагандировали националистические лозунги. Ни один из них не стал депутатом. Нет ни одной фракции. Проблемы нет? Нет, ничего. Проблемы есть. Но очень интересно сказал, вот в Воронеже недавно, в какой-то передаче, я видел на передаче, чернокожий студент по этому вопросу сказал, есть легкое воспаление. И вот легкое воспаление надо отличать от болезни и не переносить понятие болезни на все общество в целом. И когда мы говорим об идеологии, давайте, значит, создавать единую российскую идеологию, давайте объединять нацию, это все, конечно, все замечательно. Но дело в том, что можно объединять нацию на основе расизма, национализма. Россия-то не проходит и не проходила, как в Германии. Хорошо. Тогда все-таки, вот господин Севастьянов считает, я читал просто у вас, что необходимо ввести в законодательство обязательные требования к кандидатам на выборах, декларировать свою национальность вплоть до третьего колена и сексуальную ориентацию. Ну, сексуальная ориентация, как, по-моему, к нации не имеет отношения, поэтому оставим, может быть, имеет с вашей точки зрения. Но я вам хочу сказать, что вот это вот, это требование, кстати, точно совпадает с тем, что было в гитлеровской Германии. Я уж не говорю о том, что многие не знают до третьего колена, кто точно был там, парабабушка. Вам не кажется, что вот такое требование, это просто расистское требование? Вы знаете, Владимир Владимирович, вот тут прозвучало несколько раз слово «осторожность», якобы свойственное русскому народу в национальном вопросе. Я бы избрал другое слово. Я думаю, что это была слепота. Когда в Думу, в государственную, в первую при царе, прошло мизерное количество националистов русских, это был результат слепоты русского народа в национальном вопросе. Я больше того скажу. Февральская революция. Народ свободен. Он избирает учредительное собрание. 58% получают эсеры, где в руководстве русских было очень мало. 25% получают большевики, где русских было еще меньше. Чем за эту слепоту расплатился русский народ? Я думаю, говорить не надо. Все знают. Сегодня мы рискуем повторить эту ошибку. А вот скажите, пожалуйста, если по-прежнему будет вот такая индифферентность и такая осторожность, как вы говорите, в отношении к национальному вопросу у русских, они снова могут заплатить очень высокую цену за эту слепоту. Вы знаете, вот одну минуточку. Я хочу просто тогда напомнить насчет слепоты. Когда немцы избрали исключительно немецкое руководство фашистской Германии, они расплатились еще более страшно. Поэтому, мне кажется, ваше рассуждение любопытно, конечно. Но для меня еще более любопытно то, что вы не отвечаете на вопрос. Видимо, вы считаете, что в самом деле, если я буду баллотироваться, я должен где-то написать национальность моих предков до третьего колена. Это обязательно. Спасибо. Вот это я хотел от вас услышать. Кирилл Анатольевич, вы, кстати, у вас грек вы где-то, нет? Да, и не где-то, я чистокровный. Вы чистокровный грек? Такого не бывает. Чистой крови нет давно. Нет, вы по крови именно чистой. Мои предки две с половиной тысячи лет назад высадились в Крыму и жили там отдельно, греческой общей. А потом, благодаря Екатерине II и Александру Васильевичу Суворову мы смогли перебраться в Россию из Турецкой империи. И это произошло 250 лет назад. Мы очень хорошо знаем своих предков. Так что я имею все основания сказать, что... В то же время я абсолютно правильно считаю, что главная проблема это национально-культурная идентификация человека. Я идентифицирую себя полностью с русским народом и могу только повторить слова Екатерины II. Когда ее кто-то упрекнул, она сказала, я более русская, чем все вы. Она имела все основания, потому что она удвоила или утроила территорию России тогда в ходе... Хотя поначалу даже по-русски не говорила. Не говорила. Теперь я перехожу к своему замечанию. Здесь вот возникал вопрос относительно того, что всякие замечания по поводу формирования единого народа это вредны и прочее. Беда, к сожалению, в том, дорогие друзья, что я наблюдал всю Брежневскую эпоху усилия по созданию единого советского народа. Эти усилия сопровождались... Новая историческая общность. Эти усилия сопровождались выяснением третьего колена, неофициально, о котором говорили. Если кто-то хотел попадать в ЦК или за границу, то это делалось. Была ли бабушка, дедушка и все. Эти усилия сопровождались созданием процентных квот при поступлении в университет, процентных квот в аппарат ЦК партии, сколько там кого и как и так далее. Поэтому единый советский народ меня пугает. Я боюсь повторения этого лозунга сейчас. Мне нравится другой термин. Термин плавильного котла. Это объективное нечто такое, что действует само собой, и скорость которого не за. Но я думаю, что нам американский плавильный котел не подходит. Американский плавильный котел формировал нацию действительно эмигрантов на одной основе. Откажись от своего прошлого. Ты приехал сюда, и вторая основа денежная. Если ты нормально поставил денежное дело, обе этих условия к России не относятся. Поэтому здесь этот плавильный котел не подходит. У нас иногда говорят, у нас людей мало, давайте всех пустим и переварим в едином котле. Я считаю, что у нас плавильный котел должен иметь совершенно новые характеристики. Дело в том, что в России всегда был плавильный котел. Я в таких случаях, когда мне говорят что-то, я говорю, переведите мне на русский язык слово Москва. Вы это слово никогда не переведете, а с финского языка переводится очень спокойно. Значит, с этой точки зрения русские всегда кого-то ассимилировали. Там Половцев, потом финские племена, потом тюркские племена. Это совершенно нормально. Это монгольские кровища. Растущая нация должна... Сейчас тоже, если это растущая нация, она должна ассимилировать, интегрировать и так далее. Поэтому русский плавильный котел, на мой взгляд, 21 века должен стоять несколько. Момент первый. Он должен включать, несомненно, на заботу о ведущих нациях, о русских. Не будет хребта, нечего наращивать потом. Ни кости, ни мяса, ничего. Второе. Он должен полностью защитить интересы народов, которые интегрируются. Поэтому надо создать национально-культурную автономию. Никакие территориальные деления ничего не дадут. Татарин или башкир хотят в любой части России пользоваться всеми правами, а не только в татарии или башки. Татария и башкирия нужны только бюрократам, татарскими башкирами. Поэтому надо создать национально-культурную автономию, надо создать землячество. В каждой области надо иметь совет национальности, и в России тоже совет национальности. Гаврил Галитонович, у нас время уже... Всё. И последнее, что хотел сказать. В этом деле категорически запрещается торопиться. Данил Борисович, национальная политика это тот самый путь, о котором здесь замечательно говорил Андрей Николаевич. Это длинный, сложный, тяжёлый путь, который требует сильных государственных действий, как в Америке, когда они решали проблему сегрегации. И решили её в значительной степени в 60-е годы. Сегрегацию, да. И это огромное усилие, как сегодня во Франции решали проблему допуска различных конфессий в школы. И сегодня... Очень непросто. Очень непросто. У нас даже министерства нет по делам национальности. И так далее, эту проблему решали. Это ведь... У нас есть министр. Неизвестный. Министр без портфеля. А министерства нет. Значит, это миграция, это равный доступ к образованию, это огромное количество проблем. Это нельзя допустить на экраны, предположим, фильмы. А у нас такие фильмы вообще, скажем, те фильмы, которые бы пропагандировали толерантность, вообще не снимаются. Сериалы и так далее. Нельзя делать так, чтобы на экране говорили «Не брат, я тебе гнида чернозадая». Не может такой текст пройти. И это государственная политика. Это очень всё серьёзный страх. Я благодарю вас всех за участие в программе. Хотел бы сказать, что ещё одна только краткая, ну даже не мысль, а соображение. Я не понимаю, как можно гордиться тем, что я принадлежу к какой-то нации. Всё равно, что гордиться, что у меня голубые глаза. Так случилось. Можно радоваться этому. Безусловно. Гордиться этому и считать, что я выше другого, потому что он не принадлежит к моей нации. Вот это вот, я думаю, очень страшная вещь. Позвольте в завершение чуть-чуть другую тему затронуть, а меня она волнует и, надеюсь, будет волновать вас. Вы знаете, уже не так давно в нашей стране не было средств массовой информации. Вот нации были, а средств массовой информации не было. И не было журналистов. А были органы пропаганды и солдаты идеологического фронта. Вот так было. И был отдел пропаганды, СК КПСС, который определял, что мы сами можем знать и чего знать не должны. Правда, не все с этим соглашались и порядка 40 миллионов советских людей регулярно слушали разные там голоса. А государство тратило миллиарды на то, чтобы их забивать и не слышать. Правда, не очень успешно. Но вот настали иные времена появились настоящие средства массовой информации. Появились настоящие журналисты. И вот мы перестали настраивать свои приемники на голос Америки и на прочие голоса. Нам это не нужно было. Мы получали информацию свою. И казалось, что те времена прошли навсегда. Но вот с некоторых пор я стал сомневаться на этом. А все чаще раздаются голоса, требующие ограничить наше с вами право получать ту или иную информацию. Ту или иную. Есть люди, которые считают, что они лучше знают, что мы должны или не должны знать. Они хотят законным образом, то есть принятием законов ограничить право журналиста, право средства массовой информации и информировать. А в разных областях, даже здесь сидящий господин Чуев в этом направлении чуть-чуть работает. В этом направлении работает варенье комиссаров, ну, передачи которых были необыкновенно высоко в моральном отношении он хочет защитить наши моральные ценности с помощью закона. И совсем недавно депутат Михаил Юрьевич или Юревич, наверное, лучше сказать, предложил запретить журналистам информировать вас о террористических актах, оставив это право только официальным правительственным чиновникам. Вот я вам хочу сказать, я не защищаю журналистов. Среди них есть продажные, среди них есть лживые, ну, и такие же есть среди депутатов, среди врачей, даже среди велосипедистов. Дело не в этом. Вопрос о другом, о праве любого самого последнего человека сам выбирать, что ему читать, и что ему знать, и право на получение информации. Вообще об этом пора напомнить тем людям, которые хотят с помощью закона это менять. Но вообще надо иметь в виду, что на самом деле только от нас с вами зависит, какие на дворе времена. АПЛОДИСМЕНТЫ